Мы находимся в центре Шеридарь, фонд Шеридарь. Здесь дети проходят реабилитацию после тяжелых заболеваний и операций. Нас пригласили в проект «Подари дерево» здесь помочь с изединением. Вообще нету деревьев практически. И мы вместе со спонсором «Зарубежнефть» будем высаживать здесь 555 деревьев и кустов. И мы хотим сделать лавку и на ней написать пожелание, логотип спонсора. То есть вместо таблички, как, знаете, в городах кто-то сделал добро, посадил дерево и такую табличку рядом. Это некрасиво, мы считаем. В общем, здесь будет очень большая работа. Мы сюда заехали на 10 дней. И 1 октября у нас торжественная часть. Будем все уже презентовать. Будут уже посажены деревья в этот день. Сейчас, пока мы еще делаем с Антоном онлайн работу, вы отправляетесь на разведку в лес. И мы ищем сухостойное дерево, из которого мы сделаем этичную лавку. Вон я, кстати, вижу одну. Отвезем в пятницу в Москву на лазерную гравировку. И там напишем пожелание детям, логотип спонсора. И вот такая будет лавка еще дополнительная. Мы пришли в лес. Нашли сухостойное дерево. Оно уже умерло, но еще не трухлявое. Это как раз то, что нам нужно для поделок этичных. Мы сделаем лавку для благоустройства в Шеридаре. Субтитры создавал DimaTorzok Алексей, наш один из самых преданных единомышленников. Он живет в эко-поселении земничной поляны в Рязанской области. И мы пригласили его на проект. В этот раз как мастера по изготовлению скамейки, таблички из сухостойного дерева. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так же особо никто не делал вот эту вообще идею Этичного потребления древесины на дрова, на мебель. Я не знаю, возможно ли дом построить из сухостоя. Тут, конечно, может не получиться, а может и получиться. Надо думать. Но вот всяческие деревянные изделия точно можно получать максимально этично, чтобы лес вообще не страдал. И вот эта важная мысль, которую мы хотим донести и показать, как это делать. Субтитры создавал DimaTorzok